Вы бы точно не хотели пропустить сегодняшний выпуск. Мы верим в Иисуса, но многие из нас не понимают, что Иисус — это путь к Отцу. Мы на пути. Но знаем ли мы, куда идем именно? Оставайтесь с нами, и вы все узнаете. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог-Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Будьте обильно благословенны. Благослови вас Бог, шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер, и я приветствую вас в сегодняшней программе «Узнавай еврейского Иисуса». Я рад, что имею возможность поделиться откровением в этой серии программ под названием «Кто такой Отец?». Это откровение совершенно изменило мою жизнь, и теперь в духовном смысле я полностью обновлен. Я вхожу в новое измерение более глубокого понимания любви Отца ко мне. Я с удовольствием хочу поделиться с вами тем, что Бог совершает в моей жизни, потому что я знаю, это радикально изменит и вашу жизнь. Я говорю о познании любви Отца. Эта серия называется «Кто такой Отец?». Но на самом деле я даже больше говорю о получении откровения. Оно позволит вам познать Бога как вашего Отца и познать огромную любовь Бога Отца к вам. Я призываю вас заказать всю серию и слушать ее много раз подряд, чтобы вы могли пропитать себя этим учением и совершенно по-новому взглянуть на любовь Отца к вам. Сейчас я хочу продолжить то, на чем остановился на прошлой неделе. Я хочу поговорить о ролях Отца. Мы строим отношения с нашим Богом Отцом, и я хочу показать вам, что эти отношения означают для нас. Многие из нас выросли без Отцов. Либо в доме вообще не было Отца, либо Отец был, но мы не были эмоционально связаны с Ним. Возможно, кто-то испытал жестокое обращение от своего Отца. В нашей культуре есть самые разные проблемы — Отцовство. И по этой причине сегодня в нашем обществе многие люди не имеют самоидентификации. Потому что, как я уже говорил, одной из ролей Отца является дать ребенку идентичность. Если нет Отца, который нас воспитывает, на которого мы равняемся, и кто нас направляет, в нашем сердце образуется огромная дыра. Я хочу поговорить о том, что когда мы имеем всесильного Отца, чья любовь всецело сфокусирована на нас, то мы можем ожидать от Отца только самого лучшего. Как нам начать доверять Ему как нашему Отцу? Какова роль Отца в нашей жизни? Давайте рассмотрим все эти вопросы подробно. Я хочу вдохновить вас верить в то, что Бог, Отец, совершит все это для вас. Ну, во-первых, Отец дает жизнь. В Библии мы видим, что ребенок всегда рождается через семя Отца. Поэтому, как я уже говорил, всякий раз, когда мы видим родословное в Писании, «Такой-то человек родился от такого-то человека, такой-то человек зачал такого-то», родословное ребенка в Библии всегда прослеживается не со стороны матери, а со стороны Отца. Конечно, на протяжении истории мы видим разные варианты, но в основном ребенок рождается через семя Отца. Для тех из вас, кто знаком с иудаизмом, сейчас, согласно иудейской традиции, ребенок читается евреем, если его мать еврейка. Но на это есть причина. В истории Израиля было время, когда Израиль воевал. И из страха, что отцы погибнут на войне, когда женщина была беременна, они решили, что женщине нужно будет как-то доказать, что ее дитя принадлежит к дому Израиля. Они пошли на уступку и сказали, «Если мать ребенка еврейка, то ребенок будет считаться евреем». Но это было скорее исключением из правил, чем самим правилом. Потому что на протяжении веков национальная принадлежность ребенка определялась национальной принадлежностью его Отца. Мессия пришел через семя патриархов – Авраама, Исаака и Иакова. Мы знаем, Отец обеспечивает самоопределение семьи, и что жизнь приходит через Отца, потому что мы сказали, что ребенок рождается от семени Отца. Как же это касается нашей жизни? В пятой главе Евангелия от Иоанна сказано, «Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Иисус – это лоза, через которую мы получаем ту самую жизнь. Жизнь приходит от Отца к Сыну. И когда мы приходим к Отцу через Сына, жизнь Отца течет к нам через Сына. Иисус – это лоза, а мы – ветви. Первая функция Отца в том, что Он – источник жизни. Поэтому, если мы выросли без Отца, или Отец эмоционально отсутствовал в семье, это создает огромную дыру в нашем сердце. В Древнем мире, кстати, если вы росли в семье с одной матерью, вы считались сиротой. Задумайтесь, в древнем библейском мире, если вы жили в семье без Отца, вы считались сиротой. Это крайне интересно. О чем же это нам говорит? Если в доме нет Отца, то некому дать жизнь. В результате в душе ребенка пустота. Мы поговорим вскоре о духе сиротства, потому что Иисус сказал, «Не оставлю вас сиротами». Но сейчас я хочу сказать вам, что первая роль Отца в том, что Отец дает жизнь. Он дает нам то, что может дать только Отец. Все начинается со спермы. Но концептуально Отец влияет на все наше существование, на все дни нашей жизни. Я хочу обратиться к нашим дорогим женщинам Божьим. Я никоим образом не хочу преуменьшить роль наших прекрасных матерей. Внутри Отца также есть женщины. Бог создал человека по своему образу, мужчину и женщину сотворил их. Поэтому Бог Отец имеет и женскую природу. В Еврейской Библии, кстати, когда Моисей сказал Богу, «Покажи мне славу свою», Бог ответил ему, сказав, «Когда будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение, скалы, и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». Когда Моисей вошел в расселину скалы и воззывал к Богу Яхве, это священное имя Отца, Библия говорит, что Отец прошел мимо Моисея и наполнил его откровением. Бог назвал ему свое имя. Он сказал, «Я Рахум». Это еврейское слово переводится как «сострадательный» и «милостивый». Интересно, что когда Господь, Отец, открывается Моисею, Моисей не знал Бога как Отца, так как Иисус открыл и открывает нам Бога Отца. Так вот, когда Бог открылся перед Моисеем, первое, что Он сказал, это что Он — Рахум, то есть «сострадательный» и «милостивый». Это слово относится к женскому роду. К чему это я? Внутри нашего Отца есть элемент нежности и кормления, который традиционно относится к женскому полу. Матери считаются кормилицами. Поэтому я хочу подчеркнуть, что я не преуменьшаю роль прекрасных женщин, наших матерей, которые носят и вскармливают детей на ранних этапах жизни. Роль матери первична. Но я просто говорю, что в конце концов именно семя Отца дает жизнь. Итак, первая роль Отца — Он дает жизнь. Это то, что сказал Иисус. Он имел жизнь в себе благодаря Отцу. Мы зависим от Отца, Церковь. Так же, как Иисус зависел от Отца, и все мы зависим от нашего Небесного Отца и от нашего земного Отца также. Мы зависим от Отца каждый день нашей жизни. Как Отец дал Сыну иметь жизнь сам себе, так и мы можем иметь в себе жизнь от Отца, когда мы зависим от Сына, приносящего жизнь Отца. Мы смотрим на Отца. Иисус — это своеобразный канал, через который к нам приходит жизнь Отца. Для того, чтобы вам быть сильными в Господе, сильными в Духе и сильными в Боге, и носить в себе славу Господню, вам, как и мне, нужно зависеть от Отца, потому что жизнь приходит только от Отца. И это мы уже рассмотрели. После короткого перерыва я вернусь к вам, и мы продолжим рассматривать остальные категории, чем же важен Отец, почему Он так основополагающ для наших жизней. Никуда не уходите. После короткого перерыва я к вам вернусь. Будьте благословенны. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование?» Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась, наше служение. Вы получите награду на небесах. Те, кто поддерживает нас, благословит вас Бог. Шалом. Вернемся к нашей программе. Итак, первая роль Отца в том, что Отец дает жизнь. Послушайте, точно так же, как Иисус никогда не перестанет нуждаться в Отце, никогда в жизни Иисуса не наступил момент, когда Он стал совершенно независим от Отца. Иисус всегда есть и будет зависим от Отца. Иисус сказал, что это Отец действовал в Нем и совершал через Него. Иисус говорил то, что говорит Отец. Иисус во всем, всю жизнь зависел от Отца. Мы должны всегда зависеть от Отца. Первая роль Отца – давать жизнь. В Нем наше бытие. Он, во-первых, дает жизнь, ну и, во-вторых, Он защищает. Не знаю, как для вас, но для меня жить вне Любви Божией очень страшно. Любой рационально мыслящий человек испытывает страх по отношению к происходящему в этом мире. Это реальность жизни без Любви Бога Отца. Я не знаю, как люди могут быть настолько слепы, что, живя вне Любви Бога Отца, не имея с Ним отношений, они, тем не менее, ничего не боятся. Я вот этого не понимаю. Потому что, если Библия реальна, что очевидно для большинства из нас, если ад реален, то как можно не бояться умереть вне Божьей благодати? Тогда вы попадете в ад. Это место отделения от Бога. Это тьма, и это вечное мучение. Я уже не говорю о том, что может произойти, пока мы еще здесь, на земле. Сколько бед, сколько болезней, сколько горя, сколько катастроф, сколько переживаний за нашу жизнь и за жизнь наших детей. Как при всем при этом не бояться? Ведь мы так мало, что можем контролировать, когда не ходим с Богом. Но когда мы знаем, что Бог наш Отец, мы доверяем Ему, что Он сделает нам то, о чем говорится в 90-м псалме. Мне так нравится этот псалом. Это одно из самых любимых мной мест Писания. Я хочу прочесть вам из него, потому что 90-й псалом — это псалом защиты. Не знаю, как для вас, но для меня. Когда я начал взрослеть и начал различать все опасности, существующие в современном мире, я начал понимать, что мои мамы с папой не смогут защитить меня от таких вещей, как автомобильная авария или рак. Такие ситуации не под контролем родителей. То есть я уязвим. И я сказал себе, если это происходит с другими людьми, как я могу быть уверен, что этого не произойдет со мной? И в итоге я испугался. Если вы живете без Господа и при этом ничего не боитесь, ну, я вас не понимаю. По-моему, вы живете в отрицании реальности. Но когда я обрел Бога Отца через Иисуса Христа, и когда Он начал формировать во мне веру посредством Духа и посредством Слова Божьего, это все изменило. Отцы защищают. Если ребенок растет в семье с отцом, он защищен. В семье с четкими моральными рамками, внутренне, ребенок чувствует себя более защищенным. Тогда как дети, выросшие без Отца, остаются без защиты и уязвимы для атак врага. Но, дорогие Божьи дети, я хочу, чтобы вы знали, что вы, Иисусе, вы защищены Отцом. Замечательный 90-й Псалом говорит нам об этом. Это слово будет звучать лично для вас. Мы увидим здесь слово Господь, но на самом деле в оригинале на этом месте стоит акроним. Итак, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Итак, здесь акроним, то есть начальные буквы еврейских слов. Это четыре еврейские буквы. «Юдхэй», «Вавхэй». Большинство Библии заменяют священное имя Бога, Яхве, на слово «Господь». Здесь говорится, что Бог, персональное имя которого здесь указано, сделает это для тебя и для меня. Бог Отец, Бог Яхве, совершит это для вас. Далее второй стих, «Говорит Господу». Говорит своему Отцу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Он избавит тебя от сети ловца. То есть, если кто-то имеет намерение против вас, как то дьявол, он желает вам навредить, но Отец вас избавит. Он следит за вашей жизнью. Иисус учил нас не бояться, потому что даже малая птица не упадет на землю без воли Отца Небесного. Поэтому не бойтесь, малое стадо, и не страшитесь. А далее в третьем стихе сказано, «от гибельной язвы». То есть, если вокруг болезни, не нужно жить в постоянном страхе. Отец избавит вас от смертельной язвы. Перьями своими осенит себя, и под крыльями его будешь безопасен. То есть, вы можете быть уверены и ничего не бояться, зная, что вы под защитой вашего Отца. Щит и ограждение истины Его. То есть, Бог вас не подведет. Он печется о вас. Он блюдет каждую секунду вашей жизни. Его верность вас не подведет. Здесь сказано, «щит и ограждение истины Его». Вы можете на него рассчитывать. Почему же он верен вам? Потому что он ваш Отец, и он любит вас. Вы можете рассчитывать на его обещания. Он ваш Отец, он вас защитит, потому что он вас любит. Щит и ограждение истины Его. Не убоишься ужасов в ночи. «Не убоишься» звучит как повеление. Не нужно бояться. Не нужно оставлять ночью телевизор включенным. Бог говорит, «Не убоишься». Не убоишься ужасов в ночи. Стрелы, летящие днем. Может, вы чего-то боитесь днем? Не нужно бояться. Язвы, ходящие во мраке. Заразы, опустошающие в полдень. То есть, все, чего вы боитесь. Это касается страха любого рода. В этом псалме автор намеренно охватывает все. Интересно, что автор псалма нам неизвестен. Я верю, что Бог намеренно так сделал, потому что в большинстве псалмов мы знаем, кто их написал. Давид и другие указанные авторы. Но здесь автор не указан. Я верю, что Бог намеренно так сделал, потому что этот псалом напрямую от Бога к вам. «Падут подли тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Давайте посмотрим, как это работает. Бог здесь говорит, «Чего бы вы ни боялись, не бойтесь, не страшитесь, отвергните всякий страх». Вы не должны ничего бояться. Не должны бояться ужаса в ночи и гибельной язвы днем. Ничего. Не бойтесь. Даже если вы посмотрите вокруг, и все вокруг падут, падут подли тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя, «но к тебе не приблизится». Итак, мы задаем себе вопрос. Если никакая беда к нам не приблизится, то почему тогда мы видим, что порой критическая ситуация случается в жизни Божьего народа? На это есть две причины. Для того, чтобы полностью быть под покровом Всевышнего, мы должны зависеть от Него. Если мы не зависим от Него, если в нашем сердце нет смирения, если мы бежим вперед Бога и не хотим зависеть от Него, то мы ставим себя в опасную ситуацию. Заметьте, здесь сказано, «живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Мы должны зависеть от Бога Отца. Как именно мы это делаем? Прибывая в Нем, смиряя себя перед Ним и ощущая свою зависимость от Него. Мы верим, что Он нас защитит. Это первая причина на вопрос о том, почему иногда в жизнь Божьих детей приходит кризис. И вот вам причина вторая. Порой то, что внешне кажется нам трагедией, на самом деле не трагедия для внутренней жизни человека. Пример мы находим в книге «Деяний». Возьмем Стефана. Он любит Отца. Он имеет отношение с Богом Отцом, но все же его побивают камнями. Все выглядит так, словно Бог его не защитил. Картина была ужасной. В него летело огромное количество камней. Эти камни убили его. Но Библия говорит, что в это самое время Стефан взглянул на небо и сказал, «Я вижу Иисуса по правую руку Отца». И Библия говорит, что в момент, когда Стефана побивали камнями, и когда он видел Иисуса, одесную Бога, одесную Отца, его лицо сияло, как лицо ангела. Внешне все происходящее выглядело пугающим. Но в этот момент Стефан ощущал Божию славу и Божие утешение. Возлюбленная, я хочу, чтобы вы знали, что Отец всегда будет верен вам. Отец всегда будет верен вам. На следующей неделе мы продолжим говорить о ролях Отца. Бог ваш Отец, и Он будет верен вам. Он будет продолжать вас укреплять и давать вам жизнь. Вы будете возрастать, становиться все более сильными, и будете переходить из славы в славу, если будете зависеть от Него. Я хочу, чтобы вы знали, возлюбленная, вы можете положиться на Него. Ваш Отец вас защитит. Он желает, чтобы вы познали Его как папочку. И Он желает, чтобы мы с вами доверяли Его любви. От имени Отца я говорю вам. А Отец любит вас и желает, чтобы ваши сердца обрели свободу, познав Его. Я люблю вас. Шалом. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность. Возможность давать. Иисус сказал блажение, давать чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Дорогой Равин, несколько лет я все никак не могла простить членов своей семьи. Ваша проповедь о молитве «Отче наш» освободила меня. Спасибо вам за то, что вы открыли мне истинное сердце нашего Бога. Продолжайте ваш труд веры во имя Иисуса. Дебора из Техаса. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Будьте обильно благословенны. В шестой главе книги «Чисел» Бог Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». «Исайя вепна вей леха, ве асем леха, шалом». «Да озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Иисус стучится в двери вашего сердца, Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Возлюбленные, в следующий раз мы продолжим изучать эту тему. Часто мы не понимаем, что даже в возрасте нам нужен Отец. Я хочу, чтобы вы знали, нам очень нужен Отец. Иисус всегда нуждался в Отце. Не пропустите наш следующий выпуск. Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».